всем привет в эфире youtube-канал стартап виза испания и сегодня мы проведем для вас разбор бизнес-плана подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик поехали женя привет привет же спасибо что прислала свой бизнес-план я с ним ознакомился оставил свои комментарии и давай я объясню тебе почему именно такие замечания я оставил да хорошо потому что у меня есть некоторые вопросы по поводу твоих замечаний до первых можешь ли для наших зрителей кратко рассказать идею твоего проекта это проект сфере туризма мы думаем как можно разнообразить туристические экскурсии здесь в испании планируем начать с валенсии дальше расширяться на другие города но идея в том чтобы сделать экскурсии в валенсии интереснее первое на что я хотел бы обратить твое внимание это на проблеме которую ты решаешь я считаю что лучше всего акцент сделать на малом бизнесе который не хочет занимать помещение в неразвитых районах и нужно стимулировать развитие этих районов соответственно если ты сможешь составить такие маршруты чтобы люди стали посещать вот эти давай назовем их неблагополучные районы то это всколыхнет жизнь в этих районах там начнется развитие и соответственно тогда ты решаешь большую важную проблему в экономике испании поняла спасибо это очень интересно потому что я не думала о том что мы будем делать под этим углом мне казалось что важно предложить новый продукт туристам и извлечь из этого прибыль но то что мы будем помогать малому бизнесу я об этом не думала это интересная идея спасибо до следующий комментарий я оставил и он касается непосредственно того продукта который ты хочешь создать то есть нужно сделать так чтобы участники были максимально вовлечены в процесс чтобы они делали фотографии загружали их в приложение если они будут пользоваться приложением и дальше ты эти материалы можешь использовать и в рекламных целях и например по окончанию уже экскурсии люди могут получать распечатанные фотографии что-то об этом думать да спасибо борис я думала уже об этом просто еще не успела вписать это в бизнес-план вообще честно говоря не думала что для бизнес-плана это может быть важно не обязательно это укажу конечно делать фотографии размещайте в своих соцсетях с указанием компании это самое самое лучшая реклама будет смотри общее пожелание состоит в том чтобы бизнес-плане сам продукт был описан максимально подробно лучше всего рассказать какие технологии ты будешь использовать какие-то детали может сделать прототипы экранов прописать логику работы с приложением соответственно проверяющий тогда поймет что ты действительно детально продумываешь свой проект действительно горишь желанием его реализовать интересно спасибо я не думала что это может быть важно какие-то детали что кто-то захочет в это вникать следует следующее замечание касается анализа рынка ты очень подробно расписала рынок испании сделала это виде текста но я рекомендую показывать это виде диаграмм то есть нужно просто указать есть такие аббревиатуры там сам сам сом можно посмотреть в интернете что это означает и лучше прямо вот этими диаграммами что было наглядно кроме того очень важно здесь показать прогноз роста исследуемого рынка какой доли рынка ты можешь достигнуть но к сожалению я считаю что вот та сумма которую ты указала в бизнес-плане не знаю можно ее называть или нет но она недостаточно то есть для того чтобы у проверяющих не было вопросов по положительному влиянию на экономику испании лучше показать что ваш проект в течение трех может быть пяти лет способен заработать ну по крайней мере несколько миллионов евро понятно что это все зависит от конкретного проекта но просто если сумма даже выручки будет меньше нужно подумать а действительно стоит ли реализовывать такой проект я все время боюсь показать цифры нереалистичными потому что сам проект он в общем то достаточно узкий сектор займет в туризме понимаю твои опасения но нужно подумать логику работы проекта таким образом чтобы он мог зарабатывать больше значит нужно дальше докручивать идею допиливать ее и может быть расширить аудиторию который ты планируешь привлечь в проект может быть расширить географический охват но выручка и прибыль проекта должны быть значительными чтобы получить подтверждение следующее замечание ты указываешь что планируешь провести качественную рекламную кампанию для того чтобы привлекать клиентов но подробно ты не расписываешь какие каналы ты планируешь использовать то есть это важно да конечно реклама в моем проекте займет большую долю расходов это самое основное на что надо будет потратить деньги и ты наверное прав надо это все расписать подробно дальше ты расписываешь целевую аудиторию делаешь это достаточно подробно это хорошо но как я уже сказал что стоит подумать о расширении сегментов целевой аудитории для того чтобы потенциальная выручка и прибыль были больше что касается раздела инвестиций это очень важный раздел я рекомендую его детально проработать ты пишешь что ты готовы инвестировать 5000 евро собственных средств на начальной стадии в свой проект на мой взгляд этого недостаточно потому что эта сумма небольшая стартап это очень переменчивая штука и в любой момент может оказаться что тебе необходимы дополнительные средства соответственно проверяющие могут увидеть в этом риски для проекта и не дать подтверждение поэтому я рекомендую показать сумму больше например 10-20 тысяч евро и эта сумма должна лучше убедить проверяющих эту сумму мне не придется показывать на счете при подаче документов но лучше показать как это сделать это отдельная история и в нашем стартап сообществе в телеграме об этом также рассказывали далее по поводу инвестиций лучше всего указать что вы планируете привлечь инвестиции в размере ну как минимум 100 тысяч евро потому что в испании акселераторы они готовы инвестировать от 100 тысяч евро в проект соответственно если вы не планируете вступать в акселератор то вы можете предоставить письма пускай это будут даже родственники друзья о том что они готовы проинвестировать ваш проект какую-то значительную сумму 100 200 300 тысяч евро это ни к чему их не обязывает но это добавляет значимости вашему проект они не должны показать будут выписку со счета что у них такие деньги есть нет этого делать не нужно по поводу раздела вклад в экономику испании ты указываешь создание новых рабочих мест да это действительно важно и чем больше планирует создать рабочих мест тем лучше для экономики испании но в то же время нужно подумать о том что нужно будет продлеваться через два года и соответственно если ты пообещаешь что здесь десятки людей будут на тебя работать уже через два года тебе придется объяснять почему же ты их не взяла на работу поэтому первые два года лучше осторожно подходить к нам у персонала лучше показать что ты планируешь взять одного может быть двух человек и после двух лет у тебя начинается активно увеличение численности это просто нужно для перестраховки для того чтобы легче продлиться в то же время если у тебя реальный проект а я вижу что у тебя реальный проект то лучше всего указывать реальные значения кто тебе нужен когда будет нужен потому что бизнес плане всегда отчетливо видно когда человек пишет какой-то фантастический проект и когда он реально настроен его реализовывать даже если он где-то в чем-то может ошибаться но проект реальный действительно решает проблемы экономики испании то он все равно получит подтверждение же мы обсудили с тобой все замечания по твоему бизнес-плану я тебя прошу обдумать их внести изменения и прислать мне на очередную проверку я уверен что в следующий раз проект будет замечательный будет готов к тому чтобы его уже отправлять на проверку понятно что сейчас я постараюсь сделать все чтобы доработать этот бизнес-план но у меня еще есть такой вопрос что через два года все равно надо будет продляться что мне надо будет будет показать для продления для продления визы это же зависит от того что написано без бизнес-плане тебе нужно будет через два года написать отчет в котором ты должна убедительно рассказать о том что ты сделала по своему проекту и в сравнении с тем бизнес-планом который был утвержден соответственно если разница будет очень большая то это вызовет вопросы у проверяющих и тебе нужно будет ответить на эти вопросы например если ты обещала взять на работу 10 человек а взяла только одного то разница будет очень большая и соответственно должны быть какие-то веские основания для того чтобы ты объяснил почему именно так ты поступила и какие у тебя дальнейший план вот в то же время это реально объяснить ну то есть например что ты ты проверяла гипотезы вот и выяснила что ту гипотезу которую ты выдвинула она оказалась не рабочий но в то же время ты выдвинула другие и они подтвердились и сейчас ты начинаешь нагонять свой собственный план и планируешь уже в следующем году выйти на запланированный показатель проверяющие они не звери у них нет цели выгнать тебя из испании у них есть цель в том чтобы ты занималась бизнесом инновационным бизнесом реализовывал тот проект который они утвердили создавала рабочие места соответственно тебе нужно просто показать что ты действительно стараешься это делать борис еще такой вопрос в принципе туризма не особо инновационный бизнес как я могу убедить проверяющих о том что в моем будущем бизнесе будет какая-то инновация есть утвержден утвержденные направления которые считаются инновационным например это искусственный интеллект это big data это блокчейн это энергетика это digital соответственно если ты создаешь приложение мобильное приложение в котором ты помогаешь решить такую то существующую проблему то это решение относится к digital соответственно она будет считаться инновационным безусловно тема туризма она не является самой инновационной и есть огромное количество проектов в этой области и если ты хочешь чтобы твой проект во-первых получил подтверждение а во-вторых был успешно реализован то тебе нужно прямо детально продумать о преимуществах чем он будет отличаться от конкурентов и это детально прописать бизнес плане понятно спасибо я все поняла я поработаю тогда на твоими замечаниями сделаю презентацию нет презентацию я сделаю после того как ты посмотришь мой проект еще раз даже не присылай а вы подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и до новых встреч пока пока а а